Нина, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами встретились, и я хочу с вами поговорить о такой, я считаю, что это проблема, в принципе. Как вы можете оценить на сегодняшний день, как специалист, состояние одесситов и украинцев в целом? Есть ли какое-то специальное название, термин психологический? Такого специального какого-то термина не придумано для того, чтобы обозначить различные психоэмоциональные состояния людей. Но в общем и целом мы можем сказать, что люди сейчас живут в постоянном напряжении. Да, если уже искать какой-то общий термин, то это термин стресс, и он означает как внешнюю ситуацию, так и психоэмоциональную реакцию на эту внешнюю ситуацию. То есть мы находимся в стрессе все. А возможность, есть ли какая-нибудь возможность бороться с этим состоянием? Знаете, организм это такая хорошо сбалансированная система. Организм устроен по принципу, все, что пришло, должно уходить. То есть это невозможно остановить просто так. Мы не можем, например, проглотить банан и задержать его в организме. У нас часть банана останется в организме, часть должна уйти. То есть если психоэмоциональное состояние уже случилось, если напряжение уже пришло, если есть страх, если есть тревога, если есть гнев, то его нужно не просто останавливать как-то внутри, его нужно проживать. Поэтому когда мы говорим о том, чтобы что-то делать, мы говорим не о том, как это останавливать, а о том, как это не увеличивать и куда это направлять. А всегда ли такое положение вещей, это тот рубикон, за которым обязательно будет, допустим, хуже, а не лучше? Слушай, я думаю, что в любом случае кризис это сначала хуже, а потом как получится. То есть кризис можно использовать для разных вещей, в том числе и кризис системный, вот такой, который сейчас происходит. Но поскольку страна, эта система огромная, я даже не буду сейчас давать психологический анализ этому всему, то мы не можем делать предсказания, как оно все получится, лишь к многофакторной этой системе. Может быть лучше, может быть хуже. Хорошо, связано ли это как-либо, возможно, с какой-нибудь генетической памятью? Вот сейчас вот идет такая продуктовая лихорадка, можно так назвать. Люди метут с полок магазинов продукты первой необходимости. В основном это, конечно, люди, опять-таки вернусь слабозащищенные социально, они как-то вынуждены запасаться. Психологически это состояние как-то называется? Я думаю, что психологически это состояние называется очень сильная тревога. Или страх, который вот так объективизировался в страх голода. Может быть эти люди переживали такое в прошлом своем, может быть они не переживали, но были впечатлены историями родственников, которые переживали голод. И так тоже может быть. То есть генетическая какая-то память передающаяся там? Когда это услышанная мною история или слышанная мною история, мы говорим не о генетике, мы говорим все-таки о моей сегодняшней жизни, то есть о прижизненном научении. Просто там, например, бабушка, которая в свое время переживала голодомор, она может своими историями так меня впечатлить детскими, что когда вот сейчас я чувствую нестабильность страны, невозможность предсказать, что будет с завтрашним днем, я могу испытывать именно ее страх перед голодом. То есть она меня как будто бы инициирует, заражает этим страхом. А если говорить о генетике какой-то, то, конечно же, мы все обладаем инстинктивной программой защищаться. Защищаться, прятаться, бежать. Это нормально. Это нормально, да. И иначе мы как вид не выжили бы. То есть программа, обеспечивающая существование вида, она заставляет в стрессовых условиях накапливать ресурс. Это может быть увеличение массы тела. Люди, склонные к полноте, могут сейчас заметить, что за последний год они поправились, может быть, несмотря на какие-то усилия похудеть. Это может быть увеличение какого-то капитала. Поскольку денежную массу сейчас накопить очень сложно, она очень быстро обесценивается, то люди возвращаются к более примитивным способам накопления, например, накапливают продукты. Или все те же предметы, которые в скором времени могут стоить дорого. А зависит ли как-то состояние от информации? Вокруг нас очень много информации. То есть многие люди – это и есть сама информация, заплошной комок информации. Это социальные сети, это телевидение. Мы едем в машине, мы слушаем радио. То есть человек зависим от информации. Многие средства массовой информации как раз и занимаются тем, что они ту самую панику нагнетают. Возможно ли себя оградить от информации? Или правильно ее сепарировать? Да. Вы два вопроса задали, я сейчас их попробую разбить на два. То есть зависим мы от информации, да, мы от нее зависим. В сущности, наше психоэмоциональное состояние – это и есть реакция на информацию. И любое взаимодействие с окружающей средой – это суть поглощения информации. Даже если это прикосновение или потребление в пищу чего-то, это все равно информация. То есть я получаю некоторую информацию вот при таком взаимодействии, которую мой мозг распознает сначала, в зависимости от предыдущего опыта, от моих знаний об окружающем пространстве, а от возможностей. Ну, если я там слепа, я не могу визуальную информацию распознать. А потом как-то интерпретируют, опять же, в зависимости от того опыта, который у меня есть. Условно говоря, если я никогда не переживала голод, и никто в моем окружении голод не переживал, и никогда меня этим голодом не пугали, то вряд ли мой страх будет объективизироваться именно в сторону голода. Скорее всего, я буду бояться чего-то другого. Ну, например, нападение на улице будет меня страшить больше. Или бегающие вокруг люди, искупающие продукты, меня могут пугать больше, чем сам голод. Тогда я останусь дома и никуда не пойду. Если же в моей истории так или иначе этот голод переживался, то вполне возможно, что при напряжении я буду искать источник страха именно в этом. И успокаивать себя именно таким способом, то есть покупать продукты. Второй ваш вопрос – это возможно ли себя как-то оградить от информации. Возможно, безусловно, мы можем оградить себя от информации, но это очень сложный процесс. Сложный по нескольким причинам. Одна, например, причина заключается в том, что переживать непроявленную тревогу, тревогу, у которой нет объекта. Вообще тревога – это состояние безобъектное. Вот переживать тревогу человеку иногда значительно сложнее, чем испытывать страх. Мы, когда тревожимся, это означает, что что-то происходит, чего мы не понимаем и не знаем. Опять же, биологическая задача вида – выжить, а значит, познакомиться с опасностью. То есть опасность мы должны знать. Соответственно, получая новую информацию, мы якобы эту опасность узнаем. Тревога так или иначе распадается на страхи, а страхи переживаются уже легче. Поэтому, когда вот сейчас много моих коллег, я, в общем и целом, предлагаю людям там меньше, не читайте советских газет за обедом, меньше потреблять информации. Ну, хорошее предложение, а как? А как по-другому переживать тогда тревогу? С ней тоже что-то нужно делать. Если есть возможность как-то справляться с тревогой, тогда можно информационные потоки обрубать, уменьшать, ну, там, не знаю, читать не все новости, а заголовки, например. То есть, в общем, быть в курсе, что происходит, но при этом не переживать эмоционально. То есть не быть зависимым полностью от информации? Не потреблять ее в таком количестве. Я опасаюсь называть это зависимостью, потому что, опять же, при высоком уровне тревоги мы все становимся чего-то там зависимыми. Кому больше повезет, они становятся зависимыми, например, от близких эмоциональных отношений. И просто больше хотят обниматься, больше хотят проводить времени вместе, больше хотят опираться на друзей, на любимых. Кому меньше повезло, например, сейчас возвращаются к употреблению алкоголя или наркотиков. Ну, это же не выход. Да, потому что тревогу нужно как-то снимать. Вот кто-то пытается быть зависимым от еды. Ну, и скупать продукты. В этом смысле, например, хорошо было бы, чтобы... Ну, это тоже не идеально. Я вот сейчас даю совет, понимаю, чтобы люди, которые создают информацию, об этом помнили. И что информация может быть новостью, то есть передачей некоторого содержания, а может быть сильно окрашена эмоционально. Вот, например, вы употребили слово «паника». И сейчас многие СМИ употребляют именно в контексте покупки продуктов разными людьми. Вот это слово, там, продуктовая паника, там, в Украине паника, люди скупают продукты и так далее. Вот «паника», если брать это слово как термин, это состояние аффекта, при котором люди ведут себя очень хаотично и ненаправленно. Они бегают, они кричат, они замирают, как-то вообще ничего не делают. Соответственно, когда люди приходят и покупают продукты, даже если они при этом очень агрессивные и очень как-то хаотичные себя ведут, они все равно занимаются некоторой упорядоченной деятельностью. Происходит выход энергии определенной. То есть происходит некоторый выход энергии. Когда же мы называем это паникой, мы эту тревогу усиливаем еще больше. Потому что я, например, переживаю тревогу, но если при этом мне кто-то рядом сидящий говорит, что ты знаешь, вообще-то на самом деле сейчас паника уже происходит, моя тревога будет увеличиваться. Давайте тогда не называть это паникой, потому что если посмотреть статистику, все экономические кризисы в любой стране, если национальная валюта обесценивается, люди начинают покупать продукты. Такое себе дело. То есть это не имеет конкретной ментальной привязки к ментальности? Это не имеет конкретной привязки к ментальности. Потому что все мы когда-то, если опять же говорить о генетике, все мы когда-то переживали времена, когда для того, чтобы сытно покушать мясо, нужно было сначала месяц бегать за мамонтом, потом его долго-долго убивать ценой большой и сильной крови, а потом еще желательно себе вырвать кусочек получше. И у нас это записано. Поэтому если вдруг происходят какие-то негаразды, то мы пытаемся сразу вернуться к примитивным схемам поведения. Защитить свой дом и сохранить мамонта. А вот такая вот ситуация, возможно ли, что это вообще становление нового общества? Вот опять же, любой кризис – это возможность. Китайский, кажется, язык. У них же кризис, да, пишется как два иероглифа. Это, с одной стороны, кажется потеря, я могу ошибаться, а с другой стороны – это возможность. То есть два иероглифа, которые обозначаются разрушение и возможность... Определенно, как глубинная философия, конечно, в этом кроется. Это любой кризис такой. Когда психологи говорят о кризисе, и когда социологи говорят о кризисе, они говорят о чем? О том, что сейчас что-то разрушается, но на это место придет что-то другое. В любом случае, хотим мы этого или не хотим, приходит что-то другое. И не обязательно плохое. Не обязательно. Каким это будет, зависит от каждого из нас. То, что сейчас происходит, трудно. Сейчас действительно тревожно. Переживание тревоги сейчас – это норма. Но мы можем переживать тревогу патологическим поведением, а можем выбирать переживать ее каким-то более конструктивным способом. И когда люди организуются в волонтерские движения, в организации взаимопомощи, когда они сплочаются для того, чтобы те, у кого ресурсы чуть больше, помогали тем, у кого ресурсы чуть меньше, это более конструктивный способ переживать тревогу. То есть нужно стараться помогать тем, кому тяжелее. А так легче проживать, потому что вам наверняка тяжелее в чем-то своем, а мне тяжелее в чем-то своем. Если вы поможете мне, и я помогу вам, то нам вдвоем будет, не может быть, не так прекрасно, как могло бы быть без кризиса, но тоже очень неплохо. Спасибо большое за беседу. Еще встретимся. Пожалуйста. Всего доброго.